Здравствуйте! Банкоматы выдают фальшивые денежные купюры. Более того, Центробанк зафиксировал рост выдачи фальшивок. Об этом сообщил первый заместитель председателя регулятора Георий Лунтовский. По его словам, такое происходит из-за использования дешевых моделей банкнотоприемных устройств. Они проверяют всего один-два защитных признака, а не четыре, как этого требует Банк России. Как отметил господин Лунтовский, кредитные организации не всегда выполняют требования по безопасности. Мошенники этим пользуются и делают вбросы. Это могут быть как откровенные фальшивки, так и склеенные купюры, с вставленными ключевыми фрагментами подлинных. Выдают банкоматы и фальшивые иностранные банкноты. Так, в период с октября по декабрь прошлого года было найдено более полутора тысяч подделок. Две авиакомпании подали заявки на выполнение субсидируемых рейсов из Перми в Краснодар, Новосибирск и Минеральные воды. Как сообщает бизнес-класс, со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края в отборе приняли участие два перевозчика. От авиакомпании «Сибирь» поступила заявка на маршрут Перм-Новосибирск. Компания «ЮВТ-Аэро» подала заявки сразу по трем направлениям. Напомню, в начале июня Краевой Минтранс объявил отбор к авиакомпании, которые получат субсидии на полеты из Перми в Краснодар, Новосибирск и Минеральные воды. Выполнять рейсы перевозчики должны будут с 1 июля по 31 декабря 2017 года. Общий размер субсидий свыше 34 миллионов рублей. Администрация Перми повторно объявила аукцион по ремонту коммунального моста через Каму. Напомню, первая закупка была отменена из-за недочетов документации. Начальная максимальная цена контракта сейчас составляет 34 миллиона 842 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 июля. Электронные торги назначены на 17 июля. По техзаданию требуется отремонтировать обе полосы. Ранее заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич сообщал, что ремонтные работы будут вестись в текущем режиме. Полосы будут закрывать по очереди. Где и как обедают пермики? Такое исследование провели специалисты сайта «Зарплата.ру» среди горожан и выяснили. Самый популярный ответ – контейнер с едой из дома. Его выбрали 64% опрошенных. На бизнес-ланчи ходит 45% респондентов. Каждый шестой заказывает еду в офис или покупает готовую в магазине. 5% отправляются обедать домой. 7% горожан время от времени вообще не едят на работе. Добавлю, можно было выбрать несколько вариантов ответа. При этом офисная кухня или специально оборудованное место для еды есть и у 62% опрошенных. Остальные обедают прямо за рабочим столом. Треть могут похвастаться кофемашиной или общими печеньками. Микроволновка, чайник и холодильник есть и у большинства. Каждый же десятый работник сталкивался с воровством еды из общего холодильника. Доллар вырос на 1,43 рубля. Его официальный курс, установленный Центробанком, достиг 60 рублей. Последний раз так дорого американская валюта стоила в начале февраля – 60 рублей 30 копеек. Евро также вырос на 1 рубль 47 копеек. Его официальный курс на четверг – 66 рублей 79 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!